Всем привет! Тема ближайших выпусков – самые часто используемые модули Node.js. Мы уделим им время именно сейчас, потому что потом, когда мы будем уже их использовать, у нас просто не будет возможности отойти в сторону резко и посмотреть, что как там работает. Первым методом, который мы изучим, будет метод UtilInspect – модуля встроенного Util. Этот метод позволяет красиво вывести любой объект, даже если у этого объекта, как в этом примере, есть ссылка на самого себя. Запускаем. Node.inspect.js. И видим, что действительно все красиво обработалось. При этом, если у объекта есть свойство – inspect, и оно равно функции, то эта функция будет вызвана, и именно ее результат будет возвращен. Например, видите, я сделал функцию inspect и вернулся 1, 2, 3. Таким образом, поведение метода UtilInspect несколько напоминает ToString. И этот метод используется консоль автоматически, если она хочет залогировать какой-то объект. Видите, я убрал UtilInspect, вызываю – все работает так же, потому что на самом деле консоль вызывает его внутри. Однако иногда все же необходимо обращаться к UtilInspect явно, в первую очередь в тех случаях, когда мы хотим вывести что-то не в консоль, а, например, получить строчное представление объекта для вывода файл. Кроме того, есть дополнительные параметры UtilInspect. Можно, например, задать глубину вывода объекта, по умолчанию 2. Но они используются редко. Следующая команда – это UtilFormat. UtilFormat получает строку, и дальше следующие параметры оно в него подставляет. Вместо %s будет выведена строка, вместо %d будет выведено число, а далее вместо %j будет выведен объект в формате JSON. Если я сейчас это запущу, то вот что я получил. Обратите внимание, это формат JSON, это не вывод UtilInspect. Соответственно, если вдруг я вместо числа передал здесь что-то еще, то при выводе я получу None, потому что автоматически происходит конвертация. Метод UtilFormat также используется в консоли, неявно. Если я сейчас возьму это и перенесу прямо в консоль, то все отлично продолжит работать. Следующий, последний метод Util, о котором пойдет речь, это метод UtilInherits. Чтобы его было легче понять, я позволил себе скачать исходники Node.js и достать из них файл Util.js. Это как раз и есть исходник в модуле Util. И там, на чистом JavaScript, вот он метод Inherits. Если вы знаете, как работает OPA в JavaScript, тогда вы этот метод сразу понимаете. Если же нет, то рекомендуется разобраться с этим, соответствующая глава есть, например, на сайте учебника JavaScript. Впрочем, использовать его можно и так, довольно просто. Достаточно создать родительский класс, вот так вот, конструктор, методы в прототипе. Затем, чтобы унаследовать от него, создаем конструктор потомка и вызываем UtilInherits. Затем добавляем в прототип методы. Получается, что все объекты, создаваемые этим конструктором, будут наследовать от Animal. Так что если я сейчас запущу этот код, то Rabbit.Walk сначала вызовет метод родителя, а Rabbit.Jump вызовет метод потомка. Все как обычно при наследовании.